Тема газа бесспорно важна не только для России, но и для всего мира. И вот тут новость появилась, которую предлагаю обсудить. Новость заключается в том, что правительство Канады решило выдать разрешение на возвращение в Германию отремонтированных компанией «Сименс» турбин для «Северного потока». Да, об этом говорится в совместном заявлении обоих министерств. Министерства подчеркнули, что в день объявления решения Министерства Канады РФ обстреляла жилые кварталы в Николаеве, Харькове, Кривом Роге, а также в ряде других населенных пунктов Запорожской области и действовало исключительно как государство-террорист. Поговорим об этом с Геннадием Рябцевым, директор специальных проектов научно-технического центра «Психея». Геннадий, здравствуйте. Приветствую вас, Геннадий. Вот объясните нам решение Канады выдать эту турбину для «Северного потока». Чем оно обусловлено на самом деле, да? Не то, что говорится, а то, что в кулуарах происходит. Ну и насколько это решение действительно хорошее или плохое для мирового сообщества, для нас, для России? Обусловлено на необходимости выполнения контракта и существенными штрафными санкциями, которые бы последовали в результате, в том случае, если бы эта турбина не была возвращена. То есть, здесь же речь идет не о соблюдении санкций, введенных государством. Здесь идет речь о выполнении контракта между двумя хозяйствующими субъектами. И это немножко другое. С другой стороны, отсутствие этой турбины было поводом для того, чтобы «Газпром», ссылаясь на отсутствие этой самой турбины, рассказывал всем о своей невозможности осуществления прокачки в полном объеме природного газа по трубоптору «Северный поток». Теперь этого аргумента у «Газпрома» не будет. Ему нужно будет придумывать что-то новенькое. Например, там очень сложные условия планового ремонта, который сейчас начался на объектах газопровода. Там какие-то сложности с обеспечением экологической безопасности работы этих самых объектов. Как, например, произошло с Каспийским трубопроводным консорциумом. Совсем недавно. В результате чего Казахстан лишился возможности экспортировать 75% собственной добываемой нефти. В первую очередь из-за того, что президент этой страны назвал ДНР и ЛНР квази-государственными образованиями в присутствии Путина. Сейчас у «Газпрома» не будет повода рассказывать о том, что из-за этой турбины он не сможет обеспечить надежность снабжения Европы. Это, на мой взгляд, является одним из положительных последствий этого решения. Ну, сейчас, конечно, будем немного в геополитику уходить. Тем не менее, ведь подобные действия Канады и Германии, они, по сути дела, в очередной раз подчеркивают некую безнаказанность Кремля, безнаказанность Москвы. Безнаказанность в чем? Да в том, что бы ни творила Москва, какие бы города ни обстреливали оккупационные войска, тем не менее, то, что им обещано, они обязательно получат. Ну, это почему-то так интерпретируется. На мой взгляд, здесь не следует все это так именно интерпретировать. На мой взгляд, с формальной точки зрения, конечно, Министерства иностранных дел Украины право в том, что связывает все это с режимом санкции. Однако, если раскрыть те документы, открыть те документы, которые приняты, ничего касающегося запрета на ремонт этих турбин и предоставления их в соответствии с теми контрактами, которые подписаны, в соответствующем пакете санкций нет. И здесь очень важно предусматривать в тех нормативно-правых актах, которые принимаются в том числе государствами-членами Европейского Союза, Соединенными Штатами, Канадой, Австралией, другими государствами-союзниками Украины в этой войне, предусматривать все возможности для их прямого, однозначного толкования, чтобы не было возможности, юридической, правовой возможности каким-то образом эти санкции обойти. И для этого существует соответствующая комиссия многосторонняя, в которой украинская сторона принимает участие, господин Ермак, руководитель, со-руководителя этой комиссии. И, конечно же, от того, насколько хорошо, насколько профессионально будут работать юристы, которые обсуждают вопрос санкций и вводят новые, и обеспечивают комплексность, эффективность режима санкций, вот от этого всего будет зависеть, сможет ли российская сторона обходить те ограничения, которые наложены на нее, или нет. К сожалению, очень сложно обеспечить точное, скрупулезное и без каких-либо исключений соблюдение этого режима. В истории еще нет такого случая, чтобы настолько большое государство, как Российская Федерация, против него вводилось такое количество ограничений. И поэтому, безусловно, мы будем сталкиваться с теми фактами, которые можно будет интерпретировать как какое-то там предательство или как попытку лить воду на мельницу Российской Федерации, или как отступление от каких-либо там принципов. Да, таких фактов будет много, но их будет чем дальше, тем меньше, поскольку режим санкций совершенствуется и его эффективность повышается. Геннадий, давайте поговорим о ближайшем будущем. Вот уже понятно, что с турбиной будет, Газпром или без турбины. А в Европе российского газа этой осенью или зимой будет как минимум не хватать, а возможно, они вообще его не получат. Вот в частности, министр финансов Франции Бруно Лемер заявил, давайте готовиться к прекращению поставок российского газа. Сегодня это самый вероятный сценарий. Какой, по вашему мнению, сценарий будет реализован России в отношении Европы в плане поставок газа? Сценариев, понятно, много. Он не один и, безусловно, одним из сценариев со своей долей вероятности является и полное прекращение поставок российских энергоносителей. Однако это полное прекращение, оно вряд ли возможно на достаточно продолжительный период, так как в этом случае газ необходимо будет просто сжигать, то есть выбрасывать, отапливать окружающую среду, сжигая огромные объемы газа. Я не думаю, что Российская Федерация будет вот так выбрасывать на ветер те средства, которые им необходимы, в том числе для ведения войны в Украине. И то, что этих средств не достает, это, безусловно, проистекает из предыдущего сюжета. И дефицит средств будет расти. И поэтому, прекратив поставки газа в Европу и отказавшись от выполнения контрактов, которые подписаны в соответствии с формулой «качай или плати» и «поставляй или плати», то в этом случае, безусловно, это будет сильнейший удар по тому же самому Газпрому и по российской экономике. Но прекратить поставки на непродолжительный период, например, когда будут большие морозы в отопительный сезон, или когда Российская Федерация будет ощущать, что Европа именно в этот данный конкретный момент требует больше энергоносителей, безусловно, Российская Федерация может. И это проистекает из того, что нефть и газ всегда являлись политическим оружием в руках Российской Федерации. И это даже признавалось одно время на официальном уровне в документах программного и прогнозного направления. И в стратегии той же самой национальной безопасности, энергетической безопасности, в стратегии развития Российской Федерации. И все это сохраняется, безусловно. И на этот случай европейские компании и национальное правительство готовят перечень мер для оперативного реагирования в том случае, если поставки природного газа из Российской Федерации прекратятся в полном объеме, на какой-то определенный перил. А что это за меры, скажите, пожалуйста? Что это за меры, насколько они действенные? Первое – это диверсификация источников поставок. Сейчас устанавливаются прибрежные терминалы, плавучие терминалы по приемке, дополнительные по приемке сжиженного природного газа, которые расширяют возможности государств-членов ЕС по приему этого вида топлива. Диверсифицируются поставки благодаря увеличению поставок трубопроводного газа по другим направлениям, например, под ночь Средиземного моря. Увеличиваются и приостанавливаются проекты по сокращению объемов добычи газа в Нидерландах и в Норвегии. И эти государства также будут поставлять газ в требуемых объемах по меньшей мере на протяжении нынешнего топительного сезона. Диверсифицируется топливо на тепловых электростанциях. В нынешнем году за первые шесть месяцев Европейский Союз закупил больше энергетического угля, чем за весь прошлый год. Увеличиваются закупки газой или мазутов для тех станций, резервным топливом которых являются именно такие энергоносители. И также сокращается время и увеличивается интенсивность ремонтов на атомных электростанциях, в том числе французских атомных электростанциях, для того, чтобы подойти к началу отопительного сезона с резервом мощностей генерации. И к тому же сейчас ведется работа по увеличению энергоэффективности, снижению газоемкости национальных экономик стран Европейского Союза. И разворачивается информационная кампания по экономии энергоресурсов, по их рациональному использованию. Скорее всего, Европейский Союз пойдет в том числе и на снижение нормативной температуры с 18 до 16 градусов в жилых помещениях на протяжении ближайшего отопительного сезона. То есть предпринимаются все возможные меры для того, чтобы возможное, вероятное прекращение или приостановление поставок российских энергоносителей в нынешнем отопительном сезоне не привело к существенным экономическим потерям и снижению благосостояния граждан, членов Европейского Союза. Геннадий Леонидович, скажите, пожалуйста, а Украине к чему готовится? Украине готовится к самому сложному отопительному сезону за всю новейшую историю нашей страны. И, безусловно, одними только рассказами о том, сколько газа припасено в подземных газовых хранилищах и сколько миллионов тонн энергетического угля хранится на складах ТЭС и ТЭС, проблемы, существующие и будущее не решить. И здесь необходимо предпринимать комплексные меры по аналогии с теми, которые принимает Европейский Союз и исходя из тех рекомендаций, которые разработало Международное энергетическое агентство как в отношении природного газа, так и в отношении нефтяного сырья и нефтепродуктов. Надеюсь, что правительство предпримет все необходимые меры, чтобы граждане Украины и хозяйствующие субъекты в первую очередь на левобережной Украине, в тех районах, которые сильнее всего пострадали от военных действий, оказались с топливом и достаточным для того, чтобы обеспечить нормальную работу и нормальную жизнедеятельность. По вашему собственному наблюдению, вы уже видите, что эти меры принимаются? Ну, если честно, то темпы реализации этих мер далеки от оптимальных. А вот этот газ, который нужен Украине, он теперь откуда берется? Это собственная добыча, правильно? Да, в первую очередь внутренняя добыча. И свидетельством того, что газа, кроме как внутренней добычи Украине, не нужно закупать в больших объемах. Это доказывает, например, прошлый год. И я не думаю, что в нынешнем году, учитывая те существенные сокращения объема потребления, которые объективно произошли, в первую очередь со стороны промышленности, ну и со стороны населения, из-за разрушения инфраструктуры, из-за сокращения объемов промышленного производства, они требуют больших объемов, дополнительных объемов закупки газа за рубежом. На мой взгляд, не нужно, не имеет никакого смысла сейчас это делать, увеличивая запасы в подземных газовых хранилищах, там до уровня 19 и 21 миллиарда кубометров, как это было в мирное время. Скорее, нужно те средства, которые, возможно, поступят для закупки таких объемов газа, направить органам местного самоуправления, территориальным общинам, для того, чтобы они смогли локально обеспечить и бизнес, и население необходимыми объемами местными ресурсами, местной энергией. Торфяные брикеты, пилеты, энергетический уголь, возобновляемые источники энергии, тепловые насосы, твердотопливные котлы, то есть все, что можно задействовать, необходимо задействовать. И местные органы власти знают лучше, что нужно, что можно восстановить, что можно заменить, и что можно приобрести для того, чтобы обеспечить нормальное прохождение отопительного сезона в нынешнем году. Предупрежден, значит, вооружен. Геннадий Рябцев, большое спасибо. Спасибо. Директор специальных проектов научно-технического центра «Психея» Геннадий Рябцев был с нами на прямой связи.